Это дом семьи Фогель в поселке Итамар в Самарии. В марте прошлого года родители и троих детей зверски убили двое арабов из соседней деревни. Недавно им был вынесен приговор. Снова несколько пожизненных заключений. После такого зверского преступления многие израильтяне надеялись, что приговор будет намного более суровым. В марте прошлого года два палестинца из деревни Аварта, перелезли через забор, вошли в дом семьи Фогель и убили ножами двух спящих мальчиков, родителей Уди и Руд и трехмесячную Адас. Еще двух спящих детей они не заметили. Позже на допросе двоюродные братья Хаким и Амджа Давад сказали, что убили бы и их. Дети тоже евреи и им положена смерть. Террористы не только не раскаялись, но нагло, улыбаясь с камеры, заявили, что не колеблется, совершили бы убийство снова и посвятили его своей семье и Палестине. Военный трибунал, несмотря на многочисленные призывы казнить убийцей Мифогель, приговорил их к пяти пожизненным заключениям. В израильских тюрьмах сидят сотни таких арестантов, дожидаясь очередной обменной сделки. В последний, практически единственный раз, в Израиле казнили только нацистского преступника Адольфа Эхмана. Впрочем, мать Амджада Авада заявила, что если ее сына казнят, он станет шахидом, мучеником, умершим за веру. Никакое наказание не может быть ответом на преступления такого рода. С точки зрения практической стороны вопроса, в Израиле приговоры вносит суд и только суд. Я как министр и многие мои коллеги и депутаты КНЕС высказывались на эту тему. Конечно, на мой взгляд, такого рода преступление должно быть наказано смертной казнью. Закон такой есть. Военный суд решил не применять смертную казнь. В Израиле мы уважаем решение суда. Семья Фогель поселилась в Витамаре в 2009 году. Это их второй дом. Из первого в поселении на Царим в Газе их изгнали вместе с другими евреями в 2005 году. У жителей Тамара были неплохие отношения с соседями. Арабы и заварты раньше работали в поселении. И двери в доме семьи Фогель в тот страшный вечер были не заперты. Сильный шок был еще и от того, что все это произошло в достаточно спокойное, мирное время. Помощь по преодолению посттравмы была оказана всем живущим по соседству семьей Фогель, особенно детям. Но мне неизвестно о том, что кто-то после этого покинул поселение. Наоборот, прибыли новые семьи, часть из них, чтобы поддержать жителей Тамар, часть – без всякой связи. Дело в убийстве семьи Фогель могло завершиться новыми жертвами. Двое арабов пытались пронести в зал заседания военного суда в Самарии, где слушалось дело 10 зарядов взрывчатки и ножи. За подозревниладные солдаты задержали палестинцев, и взрывчатка была обезврежена. От ненависти и фанатизма не отгородиться ни стеной, ни электронными заборами, ни мирными соглашениями. Элла Казакова, Гидун Дубинский, специально для RTN, Израиль.